Рассказ Антона Павловича Чехова «Ярмарка» «Прохенькие, ветхие, любой дом купите за пятиалтынный, с рассрочкой по третьим, жителей его можно по пальцам пересчитать, голова, надзиратель, батюшка, учитель, диакон, человек, ходящий на каланче, дьячок, Два-три обывателя, два жандарма и больше, кажется, никого Женского пола много, но ведь женский пол статистами в большинстве случаев во внимание не принимается Статисты знают, что курица не птица, кобыла не лошадь, офицерская жена не барыня Приезжих ужасно много Помещики-соседи, дачники, поручики, временно прохлаждающиеся здесь батареи, волосастый диакон из соседнего села в лиловой рясе с бегемотовой октавою Погода так себе, то и дело дождь, что наводит на купующих и куплю деющих некоторое уныние Воздух великолепен, московские запахи отсутствуют, пахнет лесом, ландышами, дегтем и как будто бы чуточку хлебом Из всех закоулочков щелочек и уголков веет меркантильным духом Что ни шаг, то балаган Два ряда балаганов тянутся по главной улице от начала до конца И загромождают с собой всю площадь, в которую вливается главная улица В церковной ограде продают бабы семена Яблоку негде упасть Обозов, лошадей, коров, телят, поросят ужас сколько Мужиков мало Но баб, баб Все наполнено бабами Все они в красных платьях и черных плисовых кофтах Их так много И стоят они так тесно Что по головам их может смело простакать на пожар сбор всех частей Пьяных, увы, почему-то мало В воздухе стоит непрерывный гам Писк, виск, скрип, блияние, мычание Шум такой, как будто строится вторая Вавилонская башня Все окна обывательские настиж Сквозь них виднеются самовары, чайники с отбитыми носиками И обывательские физии с красными носами Под окнами торчат знакомые с покупками и жалуются на погоду Диакон в лиловой рясе, с соломой в волосах Пожимает всем руки и возглашает во всеуслышание Мое почтение, с праздником честь имею Ага Мужеский пол группируется около лошадей и коров Тут торговля производится на десятки и даже на сотни рублей Главные воротилы по лошадиной части-то Разумеется, цыгане Божатся, клянутся И желают себе всяких напастей во все лопатки Проданная лошадь предается при помощи пола Из чего явствует, что бесполый человек Лошадей не продавать, не покупать не может Лошади все больше чернорабочие, но плебеи Женский пол кружится вокруг красного товара Балаганов с пряниками Неумолимое время наложило печать на эти пряники Они покрыты сладкой ржавчиной и плесенью Покупайте эти пряники, но держите их, пожалуйста, подальше от рта Не то быть беде Тоже можно сказать и о сушенных грушах О карамели Несчастные баранки, покрыты рогожей Покрыты также и пылью Бабам все нипочем Брюхо не зеркало Мухи не могут облепить так меда Как мальчишки облепили балаган с игрушками Денег у них ни-ни Они стоят и только пожирают глазами лошадок Солдатиков и оловянные пистолетики Видит око, да зуб не имет Иной смельчак возьмет в руки пищик Подержит его, повертит, попищит Положит на место И довольный Вытрет нос Нет того балагана Около которого не торчало бы десятка, два, три мальчишек Стоят и глядят часа по два, по три Поистине с адским терпением Купите вы какому-нибудь Фидюше, Петру, Васютке, пистолетик или льва с коровьей мордой и черными полосами на спине И вы наполните его сердце безграничной радостью Из-за локтей мальчиков выглядывают девочки Внимание их приковано теми же лошадками и куклами в марлевых юбочках Детей вы увидите около мороженщиков Которые продают сахарное и очень плохое мороженое У кого есть копейка, тот ест из зеленой рюмочки Ест долго, с чувством, толком, расстановкой Боясь не уловить минуты блаженства Чавкая, облизываясь Облизывая, конечно же, пальцы Пальцы Ой, один ест, а десятка два неимущих копейки Стоят, руки по швам и с завистью заглядывают в рот счастливчика А тот ест и ломается Петра, дай ложечку Стонет девочка, следя за правой рукой счастливчика Отстань, говорит счастливчик и крепче сжимает в кулаке зеленую рюмочку Петр, стонет мальчик в большом отцовском картузе Одолжи, чего? Сахарного мороженого Немножко, паузу, дашь? Ты ложечку, я тебе пять бабок дам Отстань, говорит счастливчик Счастливчик съедает свою порцию Долго облизывает губы И долго-долго живет воспоминаниями о сахарном мороженом Эх, кабы деньги, где вы, пятаки, пятиалтынные Нет ничего хуже, томительнее и мучительнее Как ходить в отцовском картузе по ярмарке Видеть и слышать, осизать и обонять И в то же время не иметь за душой ни копейки Скорь же счастлив тот Фидюшка или Егорка Который может съесть на копейку мороженого Выстрелить во всеуслышание из пистолетика И купить за пятачок лошадку Маленькое счастье, еле видимое А этого нет Зубоскалов, пьяных и шатающихся по ярмарке Без дела тянет к балаганам с артистами Театров два Воздвигнуты они среди площади Стоят рядом и глядят сера Состряпы они из дрючьев Плохих мокрых склизких досок и лохмотьев На крышах лотка, на лотке шов на шве Бедность страшная На перекладинах и досках Изображающих наружную террасу Стоит человека два-три, паяццев И потешают стоящую внизу публику Публика самая невзыскательная Хохочет не потому, что смешно А потому, что, глядя на паяца Хохотать надлежит Паяцы подмигивают Корщат рожи Ломают кометь Но Но, увы Прародители всех наших Пушкинских и непушкинских сцен Давно уже отжили свой век И давным-давно уже Сослужили свою службу Во время оно Головы их были носителями Едкой сатиры Из-за морских истин Теперь же остроумие их Приводит в недоумение А бедность таланта Соперничает с бедностью Балаганной обстановки Вы слушайте И вам становится тошно Не странствующие артисты перед вами А голодные двуногие волки Голодуха загнала их к музе Они что-либо другое Есть страшно Есть хочется Голодные Оборванные Истаскавшиеся С болезненными Тощими физианоемами Они корщатся На террасе Стараются скорщить Идиотскую рожу Чтобы зазвать в свой балаган Лишнего зубоскала Получить лишний гривенник Получается не идиотская рожа А пошлая Смесь апатии Сделанной Привычной Ничего не выражающей Гримасою Подмигивание глазом Пощечины Удары друг друга по спине Фамильярные Заговаривания с толпой Заговаривания с высока И больше ничего Слов их не слушайте Артисты по принуждению Говорят не по вдохновению И не по заранее обдуманной Цель имеющей программе Речь их не имеет смысла Произносится она скривлянием А потому Вероятно и вознаграждается смехом Стоя ровно Я не Мария Петровна А Иван Федосеев Это образец их остроумия Шутые дети говорят иногда правду Но надо полагать И шутом нужно быть по призванию Чтобы не всегда говорить чепуху А иногда и правду А публика почтенная Глазеет и заливается Ей простительно, впрочем Лучшего не видала Да и позабоскалить хочется К плохим пряникам Свободному времени Легкому под шофе Не достает только смеха Дайте толчок И произойдет смех Балагановым числом два В обоих каждые четверть часа Даются блистательные представления По вечерам даются Особые представления Выходящие из ряда вон Я опишу одно из этих представлений Самое блистательное представление Было дано Перед отъездом артистов из города В первое воскресенье После ярмарочного дня За сутки до спектакля Клоуны разносили по городу Афиши Писанные Принесли афишу и мне Вот она Эта афиша В городе Н С дозволением начальства На Нской площади Там будет большое Представление Имнастическое и акробатическое Представление Трубой артистов Под управлением НГБ Состоящий Из имнастических И акробатических Искусств Куплетов Таблиц И Пантоним В двух отделениях Первое Разные удивительные И увеселительные Фокусы Из белой магии И проворса И ловкость рук Исполнена будет До 20 предметов Клоуном Уробертом Второе Прыжки Прыжки И скачки Сортале Мортале Воздух Исполнит Клоун Доберт И малолетные Андреас Ивансон Третье Английский Человек Без костей Или каучук Мин У которого Все члены Гибкие Подобные Резинки Четвертое Комический Куплет Ивансон Тироха Исполнит Малолетний Далее В том же роде Девять часов вечера Цена Местам Первое место Пятьдесят Копеек Второе место Сорок Третье место Тридцать Четвертое место Двадцать Галдерея Десять Я укоротил Афишу Но ничего Не прибавил На описываемом Спектакле Присутствовала Вся местная Знать Становой Семьей Мировой Семьей Доктор Учитель Всего Семнадцать Человек Интеллигенция Поторговалась И заплатила За первые места Только по четвертаку Билеты Продает Сам Хозяин Личность Довольно Типичная Хозяин Тип во вкусе Грачевки И Дюковки Мы заплатили Вошли И заняли Первые места Публика Ломит Балаган Полон Внутренность Балагана Самая Нероскошная Вместо Занавеси Служащей В то же время И кулисой Ситцевая Тряпочка В квадратный Сажень Вместо Люстры Четыре Свечи Артисты Благосклонно Исполняют Должность Артистов И Капельдинеров И полицейских На все руки Мастера Лучше всего Оркестр Который Заседает Направо На лавочке Музыкантов Четыре Один Пилит На скрипке Другой На гармонии Третий На велончере С тремя Контрбасовыми Струнами Четвертый На бубнах Играют Все больше Стрелочка Играют Машинально Фальшивя На чем Свет стоит Игрок На бубнах Восхитителен Он бьет Рукой Локтем Коленом И чуть ли не пяткой Бьет по-видимому С наслаждением С чувством Занимаясь собой Рука Его ходит По бубну Как-то неестественно Ловко Вытанцовывая Пальцами Такие нотки Какие Не взять В толк И скрипачу Кажется Что его рука Движется Вокруг Продольной И поперечной Оси Перед началом Спектакля Входит Чуйка Крестится И садится На первое место К нему Подходит Клоун Извольте Кого-нибудь Их физиономия Всего балагана В общем Впечатление Неказистое Купующие И куплю Деющие Немного Потеряли бы Если бы Не было На ярмарке Балагана Странствующий Артист Перестать Перестал Быть артистом Ныне Он Шарлатанет Возле Балаганов С артистами Качели За пятачок Вас Раз пять Поднимут Выше всех Домов И Раз пять Опустят С барышнями Делается Дурно А девки Вкушают Блаженство Каждому Своё